Приветствую вас, Ольга. Ситуация и правда очень неприятная, которую вы описываете, вне всякого сомнения. Другой вопрос, что он, и это ни в коем случае не отменяет того факта, что ситуация неправильная, что проблема несколько глубже находится. И проблемы не решить такими средствами, как угрозами, типа вот еще раз узнаю, ты уходишь. Это как-то больше все-таки с позиции родителя. Вы выступаете здесь к родителям по отношению к своему мужчине. И соответственно, если вы родитель, то мужчина воспринимает вас как мама, а если вы мама, то сексуального желания к вам нет. Соответственно, для реализации естественных повредностей мужчине нужны другие женщины, с которыми чувствуют себя мужчины, а не мальчикам. Проблема несколько в другом. Во-первых, проблема в том, что для вашего мужчины, в принципе, свойственно то поведение, которого он придерживает сам, то поведение, которое он реализовывает, для него это свойственно. Что это значит? Это в первую очередь, в первую очередь, это означает, что, ну, как вам сказать, вот, как вам сказать, ну, не уровень морального развития, да, не уровень какой-то духовности, да, а именно вот, наверное, какая-то грабация позволенного у мужчины вот такая, что можно сделать вот эти вещи. И человек живет в такой реальности, человек живет в таком, вот, в таких вещах. И для него это абсолютная норма, которая, ну, не отпаривается, да, то есть вот он может, там, испытывать к вам какие-то чувства, например, может, там, общаться с девочками легкого поведения, может ездить с ними и так далее. Но если человек ведет себя так, то, скорее всего, у него просто такая вот норма, и вам эту норму необходимо воспринять как норму. Это отнюдь не означает, что вам нужно и можно позволять мужчине делать то, что он делает, хотя бы потому, что могут быть определенные проблемы со здоровьем, да, вот. Это не значит, но мужчину и его какие-то вот ценности, какие-то его взгляды, вам нужно принять, нет всякого сомнения, потому что, ну, по сути, у вас и выбора-то нет. Это первое, да. Второе. Здесь идет акцент на секс. Если идет акцент на секс, то либо у вас есть трудности в интимной сфере, либо у мужчины какие-то свои проблемы пытаются решить через интимную сферу, опять же. Вот. Этот момент очень важен, потому что это говорит о том, насколько вы друг другу доверяете, насколько вы раскрываетесь друг другом в отношениях и так далее. Вот. Ну, про доверие говорить о благе не стоит. Вы, как бы, открываете его телефон и тем самым нарушаете его личные границы. Вот, что для здоровых отношений, к сожалению, неприемлемо. Вот. Но я хочу поговорить о следующем. У вас, лично у вас могут быть свои представления. У вас могут быть свои представления об отношениях. И вы можете продвигать эти представления. Вы можете продвигать их, вы можете говорить о них абсолютно нормально. Можете требовать их соответствования им, соответствия им от человека, который хочет стать вашим партнером. Другое дело, что рассказать и показать ему это нужно на берегу. Для того, как вы вступили в отношениях. Потому что, яркий пример. Если для меня вступать в интимную связь с партнером до заключения брака в табу, и я об этом своему партнеру говорю, а потом с ним вступаю в интимную связь до брака. Вряд ли это повысит уважение ко мне с его стороны. При условии, там, отсутствия неких специфических особых черт характера, которые могут эту историю немножко по-другому представить. Это первое. Второе. Если я считаю интимную связь до брака табу, говорю об этом партнеру, а партнер идет, например, и изменяет мне, то я, соответственно, понимаю здесь, что человека не устроила моя позиция. И, как бы, не угрожать здесь нужно, не шантажировать здесь нужно, а наоборот. Вот, чего ты хотел, чего тебе не хватало, да? Может быть, речь идет о естественных потребностях людей, это один момент. Можно как-то решить. Лишь идет о каких-то реакциях на проблемы, это другой момент, да? Вот вы говорите же, например, что вы были в ссоре, он это сделал. Такая из-за чего ссора? Какой им вклад в ссору вы вложили? Сделали ли вы выводы какие-то? Понимаете? То есть, вот эти все моменты нужно рассматривать. Да, ситуация неприятная, безусловно. Но, прежде чем судить однозначно человека, нужно посмотреть, а не вношу ли я свой даже маленький вклад в то, что делает мой партнер. Такого, мне видимого, как негативное. Понимаете? Вот. Поэтому, если между вами есть какие-то трудности, их нужно решать. Вот, например, вы говорите, что мы в гражданском браке. Ну, давайте, как бы называть вещи своими именами, вы сожительствуете с мужчиной. То есть, как бы, гражданский брак, ну, легитимно, никак не закреплен. Гражданский брак не дает прав никаких, ничего, вы сожительствуете с мужчиной. Да, это грубо, это может быть вам неприятно, я знаю, простите, но это правда. Вы сожительствуете с мужчиной. Вы сожители. Что значит сожители? Сожители – это люди, которые добровольно согласились жить вместе, но формальных обязательств у них перед друг другом нет. Вы уже два года сожительствуете вместе. Это срок достаточно большой. Есть причины, по которым мужчина вам не сделает предложение. Есть причины, по которым вы продолжаете оставаться с ним. Ну, либо вы надеетесь на создание семейства вряд ли, либо вы не стремитесь к созданию семейства. Было бы здесь наиболее подходящим мотивом. Но в таком случае, я думаю, что вы вряд ли бы стали воспринимать столь негативно то, что делает ваш мужчина. Следующий момент очень важный – это то, что вы оскорбляете этих девушек. Как бы девочки здесь, ну, ни при чем. У них вполне себе нормальная профессия. Вот у нас просто вот в России и к этому такое отношение. Но профессия у них, в принципе, нормальная вполне и ничем не отличается от любой другой профессии. Вы чувствуете злость на этих девушек, вам неприятно, вот. И соответственно, здесь очень, ну, очень важный момент. Очень важный момент – почему вам неприятно? Как вас эта история задевала? И тут мы подходим к самому, наверное, такому деликатному аспекту вашей проблемы. Это чувства и то, что связывает вас с вашим партнером. Что вы чувствуете по отношению к мужчине? Раз, чего вы хотите для него? Два. Что вас объединяет? Три. И как вас задевает то, что происходит в четыре. Постарайтесь ответить на эти вопросы. Это очень важно. Исходя из этого, можно будет видеть, как вы, в какой форме взаимодействия вы находитесь со своим партнером. Исходя из этого, уже можно будет видеть, как у вас более-менее, ну, такое вот самое такое обобщенное, скажем так, будущее. Вот. Потому что, если, например, вас достаточно мало вещей объединяет, но при этом вы, допустим, хотите больше чего-то для себя в отношениях, а не для него, то, скорее всего, ситуация будет нарастать. То есть нарастать будут вот его походы, его общение, ваш контроль, пока отношения со скандалом не закончатся. Вот. Если ситуация немножко другая, то все это может, в принципе, сойти на нет. Ну, либо там остаться в каком-то вот приемлемом, компромиссном уровне. Но мне кажется, что вам нужно научиться общаться, потому что вы не умеете общаться, не умеете коммуницировать. Вот. Коммуникация – это один из важнейших вообще элементов отношений. Вот. А мне кажется, что обучение правильной коммуникации, такой вот конструктивной, да, коммуникации – это первое, на что вам нужно обратить свое внимание. Дальше же, поработать над теми вопросами, которые я озвучил. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!